всем привет с вами руслан сегодня на отдельном столе у нас телефончик huawei неопознанные модели вот таком зачем чехле и таким вот прелестным об соки там который еще работает ну чехол на принципе не нужен проблема у нас в чем в том что это какая-то китайская копия что я хочу сделать я хочу разобрать посмотреть что это из чего он состоит из чем это едят естественно ремонту телефон уже не подлежит заднюю крышку мы сюда не купим оригинально сюда вряд ли подойдет и а дисплей тем более дисплей у нас скорее всего какой-то китайский ноунейм но посмотрим чем черт не шутит возможно тут есть оригинальные за части разберем скроем посмотрим постараюсь найти модель поставлю ее либо в названии этого видео которое вы смотрите либо в описании проходить читайте смотрите нету у меня желание церемониться поддеваем лезвием и отрываем заднюю крышку задняя крышка слову стеклянная возьмем пластиковую карточку и срежем заднюю крышку приклеена довольно хорошо крушится стекло скорее всего закаленное но это не точно задняя крышка у нас благополучно срезана открываем открываем пола есть здесь у нас нету ничего не антенн nfc никаких либо других антенн есть какие-то переливающиеся полоски и довольно хорошая клейкая основа крышечка при этом не развалилась крышечка держит свою форму нас встречает вот такой замечательный аккумулятор какая-то гарантийная пломба и какие-то характеристики мельком весь написано давайте посмотрим 20 19 17 19 года телефон у нас здесь bluetooth что-то еще я вот в этих описаниях не силен но я вижу что здесь вот попытаюсь показать последний цифр 1 плюс 8 это обозначает у нас 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной скорее всего заявлено конечно было здесь намного больше и в прошивке он показывает намного больше но что есть то есть давайте вскроем снимем вот эту вот пластину болтики я обратно вкручивать уже не буду поэтому убираю их просто в сторонку и посмотрим что это что там стоит за процессор скорее всего это какой-то медиатек потому что китайцы в основном делают на медиатеках их делать намного проще стоит как эта заводская пломба еще на болту и и также то срываем убираем болт это судя по всему прикручен динамик он прикручен внутри рамки убираем смотрим болтов у нас больше не осталось пытаемся снять вот эту пластиковую рамку и что-то у меня ничего не получается давайте попробуем поддеть ее между уюта кстати есть наверно сим лоток где-то так сим лоток стоит верхней части телефона как в оригинальном прием здесь даже ты какая-то симка убираем сим-карту не нужно снимаем судя по всему здесь еще один гол до пломбочка еще один болтик открутили убираем в сторону и видим вот такое чудо одна камера вот здесь как бы тоже камеры даже похожи на настоящие но к сожалению это у нас просто накладка здесь мы имеем антенну какую-то и в принципе все больше ничего измеров nfc здесь естественно тоже нету динамик у нас припаянный нету никакого шлейфа к нему стоит обычный микрофон не цифровой обычный обычный вибровызов и шлейф к нижней плате отключаем также имеется коаксиальный кабель куда без него убираем аккумулятор остатки припаян давайте его потихоньку отпаяем отключаемся шлейфа здесь как видите есть какой-то коннектор но к нему ничего не идет скорее всего на какой-то ревизии здесь должен быть сканер от четко пальца но к сожалению здесь его нету это какая-то упрощенная версия так боковые клавиши на я тоже отклеим они здесь из совсем поганого шлейфа такого кто никого который понять не кажется бесполезно потому что он просто сгорит отклеиваем хороший клей также как и на крышке отклеили я вижу здесь как минимум два болта который держит системную плату отключаем аккумулятор 2 аккумулятор у нас отключен и давайте на также отключим отсюда динамик который разговорный разговорный пытаемся вытащить системную плату держит фронтальная камера которая подклеена корпусу убираем и системная плата у нас почти без труда достается корпус у нас остается фронтальная камера динамик который похож на оригинальный huawei но к нему подпаяны провода несмотря на то что у него есть выводы на обычные контакты вот выводы но к нему кто-то подпаял провода китайцы не перестает удивлять сколько китайских аппаратов я разобрал столько всяких причудливых решений я видел кстати у нас здесь юсб си разъем эти паяльника не жаловался тут основным не пользуемся и довольно хорошая нижняя плата вот так нормально спали на аккумулятор вас посмотрите 2019 год 38 вольт никакой емкости не написано вообще ну я думаю судя по размерам вот этой банки здесь порядка 2000 давайте к сравнению возьмем китайский аккумулятор банку которую я покупаю обычно для перепайки вот банка для перепайки смотрите она чуть больше по размеру и больше по размеру здесь написано 38 но здесь 38 нет здесь какой 2 и 8 здесь 2 и 8 не отвезет 2 и 5 2 и 4 так прикинуть здесь где-то 2000 миллиампер не больше пусть даже две с половиной но никак не больше так эту часть я кидаю на сепаратор чтобы отклеить аккумулятор посмотреть на шлейф который идет под ним а мы пока посмотрим системную плату системная плата у нас имеет щитки который у нас по ходу дела припаяны до поины но у нас это не останавливает нам в принципе плата не нужно давайте оторвем данные щитки прямо от пайки тем более пайка таких случаях обычно очень хорошая и все отклеивается прям вот такими движениями даже не повреждая дорожки они используют какой-то и пой которые вот так вот легко открывается обычная трепой я вижу на разъемах зарядки когда устройство еще особо не походило но разъем зарядки у нас отвалился отваливается он обычно вместе с контактами оплаты второй щиток давайте тоже снимем для наглядности посмотрим что под ним второй щитокик сидит маленько получше давайте поможем кусочками у меня с коврик уже уехал пока я тут ковыряюсь на второй щиточек маленько получше но также посмотрите щитки оторвались а и все вот эти площадки где была приклеена припаяна все остались на месте и давайте посмотрим а вот тут кусочек оторвался но не страшно это весь дорожек не было смотрим стоит у нас память от компании samsung по маркировке я конечно не скажу только памяти но скорее всего 8 есть и вот такой вот мизерный процессор конечно же это мтк попытаюсь его вам показать вот такой мизерный процессор это у нас мт-6580 а и как подсказывает мне google это у нас четырех ядерный процессор на ядре cortex a7 частота у нас извиняюсь читаясь монитора 1300 герц встроенный кстати у нас здесь гпу мали 400 такой себе конечно гпу и 32 бита разрядность но ничего удивительного поддерживает ddr2 ddr3 у нас скорее всего ddr3 здесь память память у нас здесь естественно одна и flash и оперативная и в принципе ничего особенного также поддерживает у нас hd разрешение ну такой себе конечно процессор интересно за сколько куплен был данный аппарат что-то я не спросил у хозяина но я думаю так задорого обычных продают обычно пытаются их втюхать под оригинальные кстати видим что модуль камеры здесь один а место у нас еще осталось вот в этом пространство и скорее всего какой-то какой-то из модели какая-то из ревизии то есть у нас камера вот в этот глазок попадает какая-то из ревизии имеет хотя бы две камеры ну зачастую вот это вот я вижу постоянно причем нарисовано все довольно неплохо не разбирающийся человек вполне может подумать что здесь 4 камеры стоит что сказать китайцы благо если телефон купили допустим где-то на алиэкспрессе знаю что он не оригинальный и за адекватные деньги но зачастую происходит такое что у нас распространено что цыгане цыгане продают такие телефоны и просят за них когда оригинальные как-то вот так сейчас вас нагреется дисплей с ним оттуда аккумулятор и посмотрим что там под аккумулятором